Элла Реквинн. Календарь преступлений. Роман. Перевод с английского. Москва, Центрополиграф, 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Январь. Приключения с внутренним кругом. Январь. Январь. Вы обнаружите лишь призрачного вида окружность примерно девяти футов в диаметре. Все, что осталось от январянцев. Янус. В римской мифологии бог всех начал, входов и выходов. Именем Януса назывались первый день и месяц года, отсюда Януариус. Январь. Изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны, одно в прошлое, другое в будущее. Сначала вы, разумеется, подумаете, что они перебрались в более роскошное помещение. Не заблуждайтесь. Можете обыскать все здание, от подвала до солярия, но не сумеете найти следов Януса и его поклонников. Обратитесь к администратору клуба, и он даст вам правдоподобное, но и в то же время абсолютно ложное объяснение. Больше вам ничего узнать не удастся. Дело в том, что лишь немногие посвящены в тайну исчезновения январянцев, и все они дали обет молчания. А почему? Потому что Истерн — очень молодой храм науки, а есть бедствия, которые могут выветрить из памяти только многие годы. Более того, разразившаяся катастрофа нанесла удар по деятельности самих легендарных зодчих, воздвигших святилища и создавших священные каноны. Поэтому позор Истерна надежно скрыт стеной молчания. И если мы решаемся разбирать его окровавленные камни, то лишь потому, что первое слово на великой печати Истернского университета — веритас, истина. Для окончившего Гарвардский университет Гарвард-13, если только это случайно не его собственный год выпуска, означает едва ли большее, чем Гарвард-6 или Гарвард-79. Но для выпускников Истерна, неважно какого года, Истерн-13 означает «Сви Генрис», нечто присущее только им. Имена окончивших университет в 1913 году высечены глубже других на мраморных досках зала клуба выпускников. Почетный председатель Ассоциации выпускников Истерна по традиции обязательно бывший студент этого курса. Все до одного они обладают пожизненными золотыми пропусками на истернские футбольные матчи, а на общеуниверситетском званом обеде сидят за столом президента университета. Во время ритуала первого возлияния кружки пенистого пива поднимаются в честь именно этого класса, что является вторым из священных канонов. Вы можете спросить, почему все эти почести достаются Истерну-13, а не, скажем, Истерну-12 или Истерну-98. Ответ состоит в том, что ни Истерн-12, ни Истерн-98 никогда не существовали. Ибо Истернский университет был зарегистрирован согласно законам штата Нью-Йорк только в 1909 году от Рождества Христова, из чего следует, что Истерн-13 был его первым выпуском. Чарли Мэйсон заявил, что они должны быть богами, и он же даровал им Януса. Судьба предназначила Чарли построить 123 кинотеатра, принесших миллионы Эбботу и Костелло, но в те дни он был всего лишь тощим мечтателем и университетским поэтом с пристрастием к античным аллюзиям. Эббот Бад Уильям, 1895-1974 и Костелло Лу, Луи Фрэнсис Кристилло, 1906-1959. Американские актеры-комики, игравшие совместно в ряде фильмов 1940-50-х годов. Группа Истерн-13 собралась накануне выпуска в отдельной комнате пивной Мак-Элви на Ривердейл, где среди клубов табачного дыма и густого аромата пива Чарли поднялся, чтобы произнести свою историческую речь. — Мистер-председатель, — обратился он к Билли Абдайку, временно занимавшему эту должность. — Ребята, — сказал он девяти другим присутствовавшим, — мы первые выпускники. И добавил после паузы, — глаза будущих поколений устремлены на нас. В качестве секретаря вечеринки Стэн Джонс стенографировал речь Чарли Мэйсона, сохранившуюся благодаря этому слово в слово. Вы могли видеть ее в холле клуба выпускников. Крепитесь. Она тоже исчезла. Следовательно, то, чем мы занимаемся здесь сегодня вечером, превратится в кодекс традиций Истерна. После этого, как отмечено в записи, в наполненной дымом комнате некоторое время не было слышно ничего, кроме жужжания электрического вентилятора над литографическим портретом Вудро Вильсона. Вильсон, Вудро, 1856-1924, 28-й президент США, 1913-1921. «Я без колебаний во всеуслышание заявляю, что мы, собравшиеся в этой комнате, имеем значение не как личности, а как выпускники тринадцатого года». Взяв себя в руки, Чарли добавил более спокойно. «Нас будут помнить, и мы должны дать для этого какое-то основание. Третий священный канон». «А именно», — осведомился Морри Грин, который спустя пять лет погиб в окопе где-то во Франции. «Знак Морри», — ответил Чарли, — «символ нашего первенства». Эдди Темпл, бывший одиннадцатым выпускником в группе, высунул язык и издал резкий вибрирующий звук. «Может, ты хочешь, Эд, чтобы тебя запомнили по этому знаку?» — сердито начал Чарли. «Исключить его из группы», — завопил Зис Браун, которого подозревали в радикальных взглядах из-за того, что в двенадцатом году его отец агитировал за Тедди Рузвельта. «Рузвельт, Теодор, 1858-1919, 26-й президент США, 1901-1909». «Звучит неплохо», — нахмурившись, заметил Билл Абдайк. «Продолжай, Чарли». «Какой же именно знак?» — спросил Род Блэк. «У тебя на уме что-нибудь конкретное?» — присоединился Джек Кадуайс. «Янус». Чарли произнес только одно слово. «Янус». «Янус?» — задумчиво повторили все. «Да, Янус», — подтвердил Чарли. «Бог добрых начинаний». «Ну что ж, мы и есть начинание», — промолвил Морри Грин, «которое, несомненно, даст превосходные результаты». «Подойдет», — кивнул Билл Абдайк. «Да», — согласился Боб Смит. «Истерн уверенно начинает путь». «Двуликий Янус», — с таинственным видом воскликнул Чарли Мэйсон. «Хочу напомнить, что он смотрит в двух противоположных направлениях. В самом деле, в прошлое и в будущее. Отличная идея». «Продолжая, Чарли, — Янус!» — восклицал Чарли. «Янус, которому римляне взывали прежде, чем к другим богам в начале важного предприятия». «Здорово! Уж на что предприятие определенно важнее?» «Начало дня. Месяцы и года посвящались ему. Янус был богом дверей». «Янус!» — завопили все, вскакивая на ноги и дружно осушая пивные кружки. Таким образом, начиная с того вечера, в день Януса, 1 января, происходили ежегодные собрания выпускников 1913 года, принявших по единогласному решению наименование «январианцы». Янус стал покровителем из следующих поколений Истерна, поэтому до недавнего времени официальные бланки университета украшал его профиль с двумя бородами. По той же причине слова «быть двуликим» в устах кого-либо из колумбийского или нью-йоркского университетов обычно означают «быть студентом» или «выпускником Истерна». Подобного развития своей идеи Чарли Мэйсон, к несчастью, в тот исторический вечер не предвидел. Но оставим более глубокие исследования психологам. Здесь существенно отметить, что спустя несколько десятилетий эта фраза внезапно обрела мрачное значение и была, выражаясь фигурально, положена январианцами на порог нашего доброго знакомого вместо рождественского подарка. В рождественскую неделю уходящего года Билл Абдайк украдкой пришел повидать Элли Реквина. Сейчас он мало напоминал юного Билли, председательствовавшего за столом в пивной Мак-Элви памятным июльским вечером 1913 года. Это был господин тучный, лысый и цветисто, обозначенный на визитной карточке как «Мистер Уильям Абдайк, президент Нью-Йоркского национального банка, проживающий в Дайк-Холлоу, Скарсдейл». Выглядел мистер Абдайк крайне обеспокоенным. Точь-в-точь таким, по всеобщему мнению, должен выглядеть банкир, но что крайне редко бывает в действительности. «Дела, дела!» — промолвила Никки Портер, тряхнув святочной завивкой. «Сейчас рождественская неделя, мистер Абдайк. Уверена, что мистер Квин не станет браться за...» Но в этот момент мистер Квин появился из кабинета, чтобы опровергнуть слова своей секретарши. «Никки придерживается старомодных взглядов на рождественские каникулы», — сказал он, пожимая Биллу руку. «А, инварианцы! Ваше ежегодное собрание должно состояться через несколько дней, в первый день Нового года». «Откуда вы знаете?» — ошеломленно спросил президент банка. «Я мог бы ответить в манере великого Шерлока Холмса», — усмехнулся Эллери, что выяснил это, тщательно изучив пуговицы на вашем пиджаке. Но честность вынуждает меня признаться, что один из моих лучших друзей — Истерн-28, и он описывал маленькую эмблему, которая красуется на вашем пиджаке так часто, что я не мог не узнать ее сразу же. Банкир нервно притронулся к блестящему платиновому диску на лацкане, где в окружении миниатюрных гранатов был запечатлен двуликий Янус. «В чем дело? Кто-то ограбил ваш банк? Хуже, чем это. Хуже. Убийство!» Никки бросила свирепый взгляд на мистера Абдайка. «Всякая надежда удержать Эллери от работы до 2 января была потеряна окончательно». Но и чувство долга она заговорила. «Эллери, по крайней мере, я...» — с тревогой продолжал Билл Абдайк. «Думаю, что это убийство». Никки прекратила попытки. Нос Эллери заметно заострился. «Кто?» «Это сложный вопрос», — пробормотал банкир. «Полагаю, вам известно, Квинн, что январянцы начинали всего лишь с группы из 11 человек. Полного выпускного состава Истерна 13», — кивнул Эллери. «Теперь, когда факультеты Истерна включают по 3-4 тысячи, это кажется нелепым. Но тогда мы считали это очень важным делом. Но, разумеется, мы были молоды. Потом разразилась Первая мировая война, и мы потеряли двух наших ребят — Морри Грина и Бастера Селби. Поэтому на новогоднем собрании в 1920 году присутствовали только девять. Затем, во времена биржевого краха 1929 года, Верн Хемишер разведел себе в голову пистолет. А в следующем году Джек Кадуайс, только что ставший конгрессменом, погиб в авиакатастрофе, когда летел Вашингтон. Возможно, вы это помните. Так что до этого года нас оставалось семеро. — Должно быть, вы очень близкие друзья, — вставила некий, чье любопытство победил в досаду. Ну, Абдайк сделал паузу. Мы уже давно считали все это ребячеством, но продолжали устраивать эти чертово новогодние собрания в силу привычки. Нет, это неправда. Дело не только в привычке, а и в том, что от нас, от нас этого ожидали. Он покраснел. Не знаю, как объяснить. Нас просто обожествили. Абдайк выглядел весьма агрессивно, и Ники поспешно подавил усмешку. Это действовало нам на нервы. Я имею в виду... Черт возьми! Мы вовсе не были такими уж близкими друзьями, как вам кажется. Снова помедлив, он заговорил, словно в отчаянии. Я должен кое в чем признаться, Квинн. В течение многих лет среди январианцев существовала особая группа. Мы называли себя внутренним кругом. Как-как? Удивленный переспросила Ники. Банкир вытер шею, избегая взгляда собеседников. Внутренний круг, — объяснил он, — начался с одного из причудливых феноменов современной жизни, известного как благоприятная возможность для бизнеса. Возможность которой тогда еще молодой мистер Абдайк не мог воспользоваться из-за одного существенного элемента, который он не станет называть. Необходимым элементом его могли снабдить четверо других январианцев. В то время их товарищество переживало пору расцвета, поэтому Абдайк доверился четырем из шести остальных членов группы, в результате чего возникло партнерство пяти из существовавших тогда семи январианцев. По определенным причинам мы не хотели, чтобы нас связывали с этим предприятием, поэтому мы организовали фальшивую корпорацию и условились не открывать наши имена, а всю затею держать в секрете даже от двух остальных январианцев. Она и сейчас остается для них секретом. — Клуб? Внутри клуба? — заметила Ники. — По-моему, это остроумно. — И все пятеро из вас, вошедшие в этот внутренний круг, живы? — вежливо осведомился Эллери. — Были живы в прошлый Новый год. Но со времени последнего собрания январианцев банкир украдкой взглянул на ничем ему не угрожающие окна жилища Эллери. Трое из нас умерли. Трое, принадлежащих к внутреннему кругу. И вы подозреваете, что их убили? — Да. — По какой причине? — Банкир пустился в путаный и, по мнению Ники, с тоской думающей о кануне Нового года, утомительное объяснение. Это имело отношение к специальному фонду, который вроде бы не был связан с коммерческими аспектами деятельности внутреннего клуба. К настоящему времени фонд стал весьма значительным, так как каждый год пятеро партнеров вкладывали в него установленный процент их доходов от фальшивой корпорации. Сейчас он составляет примерно 200 тысяч долларов в ценных бумагах. Услышав это, Ники, мечтавшая о воздушных шарах и хлопушках, мигом вернулась к реальности. — Какова цель этого фонда, мистер Абдайк? — резко спросил Эллери. — Что с ним должно произойти и когда? — Ну, э-э-э... — Только то, что я вам сообщил, — промямлил банкир. — О, я знаю, о чем вы думаете, Квинн. — Вы хотите сказать? — осведомился Эллери, и голос его был страшен. — Что речь идет о страховании типа Тонтины? — Последний, оставшийся в живых, получает все. Тонтина. По имени неаполитанского банкира Лоренцо Тонтий, впервые использовавшего подобную схему во Франции около 1653 года. Финансовое соглашение, по которому доходы умерших его участников присоединяются к доходам живущих. — Да, — пролепетал Уильям Абдайк, на один миг став Биллом. — Так я и знал. Эллери вскочил с кресла у камина. — Не говорил ли я вам, Никки, что нет худшего дурака, чем банкир? — Умственный уровень финансиста редко возвышается над уровнем восьмилетнего ребенка, у которого самый волнующий момент жизни происходит тогда, когда ему удается за пять булавок получить пропуск на просмотр волшебного фонаря в каком-нибудь вонючем подвале. Этот денежный мешок с твердым взглядом, чей бизнес связан с надежными капиталовложениями, становится участником мелодраматической сделки, при которой возместить свои вклады можно только, перерезав горло четырем партнерам. Внутренний круг — январянцы. Он снова опустился в кресло. — Где хранится это нелепое приглашение к убийству, Абдайк? — В сейфе Национального банка, — пробормотал банкир. — Вашего собственного банка? — Весьма удобно для вас, — заметил Эллери. — Нет-нет, мистер Квинн, все пятеро из нас имели ключи от сейфа. — А что стало с ключами трех членов внутреннего круга, которые скончались в этом году? — Согласно договору, ключи умерших членов уничтожаются в присутствии живых. — Значит, сейчас существует только два ключа от сейфа? — Ваш и другого ныне живущего участника круга. — Да. — И вы боитесь, что ваш оставшийся в живых товарищ уничтожил трио из вашего абсурдного квинтета и теперь устремил алчный взгляд на вас, Абдайк? — Потому что, став последним живым членом внутреннего круга, он целиком отхватит куш в двести тысяч долларов. — А что еще я могу думать? — воскликнул банкир. — Очевидно то, — язвительно произнес Эллери, — что трое ваших друзей отправились на тот свет естественным путем. — Двести тысяч все еще в сейфе? — Да. — Я проверил как раз сегодня, перед тем, как идти к вам. — Вы хотите, чтобы я занялся расследованием? — Да-да. — Отлично. — Как зовут вашего оставшегося в живых соучастника по этому великолепному предприятию? — Этого я вам не скажу, — заявил Билл Абдайк. — То есть как? — Предположим, я не прав. — Что, если эти люди умерли естественной смертью, а я в травлю давнего знакомого в неприятную историю? — Нет. Вы уж сначала разберитесь во всем, мистер Квинн. Найдите доказательства убийства, и тогда я сообщу вам все. — Значит, вы не желаете назвать мне имя? — Нет. Перед мысленным взором Никки вновь возникла заманчивая картина «Встреча Нового года». Но Эллери усмехнулся, и картина ушла в небытие. Вздохнув, Никки потянулась за блокнотом. — Хорошо, мистер Абдайк. Как звали трех членов внутреннего круга, которые умерли в этом году? — Роберт Карлтон Смит, Стэнфорд Джонс и Зис Браун. Питер Зиссинг Браун. Их род занятий. Боб Смит возглавлял корпорацию по производству детского питания. Стэн Джонс командовал в рекламном агентстве Джонс, Джонс, Меллисон и Джонс. Зис Браун отошел от дел. — От каких именно? — От бюстгальтеров, — смущенно произнес Абдайк. — А я думал, от саванов. — Пожалуйста, оставьте мне адреса их душеприказчиков и все данные, которые, по-вашему, могут казаться полезными. Когда банкир ушел, Элери потянулся к телефону. — О, боже! — Воскликнула Никки. — Неужели вы звоните в клуб Бонго? — Куда? — Ну, насчет встречи Нового года. — Господи, конечно, нет. Я звоню своему приятелю. Истерну, 28. — Калли? — Спасибо, тебя также. — Послушай, Калли, кто такие четверо январянцев? — Никки, записывайте. — Уильям Абдайк? — Да. — Кто еще? — Чарльз Мэйсон? — Ах да, бог, создавший Олимп. — Родни Блэк? — Да. — Младший. — И Эдуард и Темпл? — Спасибо, Калли. А теперь забудь, что я звонил. Элери положил трубку. Блэк Мэйсон и Темпл — Никки. Единственные январянцы. Существующие ныне, не считая Абдайка. Следовательно, один из этих троих — последний компаньон Абдайка по внутреннему кругу. Вопрос в том, кто именно. — Умная девочка. Но сначала покопаемся в смертях Смита, Джонса и Брауна. Кто знает, может быть, Абдайк прав. Понадобилось ровно 48 часов для выяснения, что Абдайк не прав. Смерть троих январянцев, членов внутреннего круга, оказалась абсолютно безупречной. — Выложите ему все, Велли, — сказал инспектор Квинн в главном полицейском управлении на второе утро после визита банкира в квартиру Эллери. Сержант Велли прочистил свою могучую глотку. Этот тип из корпорации по детскому питанию, Роберт Карлтон Смит, много лет страдал ревматическим артритом. Умер в кислородной камере после третьего сердечного приступа под наблюдением трех опытных медиков и в присутствии секретарши, которая находилась там, чтобы записать его последние слова. — Которые, очевидно, были свободное предпринимательство, — вставил инспектор. — Продолжайте, сержант. — Джи Стэнфорд Джоунс из рекламного агентства. Во время Первой мировой войны отравился газами, а в последние годы у него развился туберкулез, от которого он и помер. — Хотите свидетельство из санатория, маэстро? — У меня есть телефотокопия из Аризоны. — Умный малыш. — Обо всем подумал, — усмехнулся Эллери. — А Питер Зиссинг Браун, ушедший на покой от бюстгальтеров. Почки и желчный пузырь. Браун умер на операционном столе. — Увидите, что я надену вечером, — размечталась Никки. — Абрикосовую тафту. — Никки, позвоните Абдайку в Национальный банк, — рассеянно попросил Эллери. — Его там нет, — сказала Никки, положив трубку телефона инспектора. Сегодня утром он не приходил в банк. — У меня есть такая симпатичная юбка. Попробуйте позвонить домой. — Дайк Холлу? — Скарсдейл. — Правильно? — Платье по-новому подчеркивает линии спины и шеи. Так что... — Алло! После паузы трое мужчин услышали, как Никки странным тоном произнесла «что?». А затем еле слышно. — А-а-а! Она протянула трубку Эллери. — Лучше поговорите вы. — В чем дело? — Алло! Это Эллери Квинн. Абдайк дома? В трубке послышался чей-то бас. — Нет, мистер Квинн. С ним произошел несчастный случай. — Несчастный случай? — Кто у телефона? — Капитан Роузуатер из дорожной полиции. Прошлой ночью мистер Абдайк, ведя свой автомобиль, угодил в овраг неподалеку от дома. Мы только что его нашли. Надеюсь, с ним все будет в порядке? — Он мертв. — Четверо. — бормотал Эллери, когда автомобиль инспектора, за рулем которого сидел сержант Велли, подъезжал к Уэстчестеру. — Четверо за один год. — Совпадение, — предположила Никки, с отчаянием думая о намечавшихся на вечер празднествах. Я знаю только то, что через двое суток после того, как Абдайк попросил меня расследовать, не были ли трое его друзей, умерших в этом году, убиты, он сам найден лежащим в овраге и придавленным автомобилем весом в четыре тысячи фунтов. — Несчастные случаи, — начал Элли. — Я сам хочу взглянуть на этот несчастный случай. На Парк Уэй полицейский велел им свернуть на боковую дорогу, которая оказалась кратчайшим путем к Дайк Холлу, и которой Абдайк обычно пользовался, возвращаясь в свой дом, находящийся примерно в двух милях от Парк Уэй. Миновав полпути, они наткнулись на свидетельство последней поездки банкира. В этом месте узкая дорога резко сворачивала влево, но Биллу Абдайку не удалось свернуть вместе с ней. Он поехал вперед и, сломав деревянную ограду, угодил в овраг. По АД машина ударилась о ствол большого старого дуба. Удар катапультировал банкира через ветровое стекло, и он очутился на дне оврага несколькими секундами раньше своего автомобиля. — Сейчас мы как раз решаем, как нам поднять этот дрондулет и освободить тело, — объяснил капитан Роузуотер, когда они присоединились к нему, спустившись на сорок футов ниже дороги. Здесь овраг разветвлялся, и машина лежала в развилене вверх дном. Вокруг суетились люди с ломами, цепями и ацетиленовыми факелами. — Мы расчистили достаточно, чтобы понять, что его раздавило всмятку. — И лицо тоже, капитан? — внезапно спросил Эллери. — Нет, лицо не пострадало. Мы стараемся извлечь останки в как можно более презентабельном виде, чтобы показать тело вдове для опознания. Полицейский указал на плоский камень в ярдах в двадцати от оврага, на котором сидела маленькая женщина в норковой шубе. Шляпа на ней не было, и зимний ветер развевал ее красивые пепельные волосы. Рядом стояла другая женщина в униформе медсестры. — Простите? Эллери зашагал в сторону. Когда Никки, словно гусеница, вскарабкалась на камень, он уже беседовал с миссис Абдайк. Вечером у него в банке было собрание совета директоров. Я позвонила одному из его заместителей в два часа ночи. Он сказал, что собрание закончилось в одиннадцати, Билли собирался ехать домой. Ее взгляд устремился к оврагу. В половине пятого утра я позвонила в полицию. — Вы знали, миссис Абдайк, что позавчера ваш муж приходил повидать меня? — А кто вы такой? — Элли Реквин. — Нет, не знала. Она не казалась ни испуганной, ни удивленной. — А вы знали Роберта Карлтона Смита, Джи Стэнфорда Джоунса и Питера Зиссинга Брауна? — Товарищи Билла по университету? — Они умерли в этом году. — В этом году, — повторила женщина и внезапно усмехнулась. — Я думала, боги бессмертны. — Вам было известно, что ваш муж Смит, Джонс и Браун составляли внутренний круг среди январянцев? — Внутренний круг? Она нахмурилась. — Да, Билл как-то упоминал о нем. — Нет, я не знала, что они в нем участвовали. Стоящий на ветру Элли Ри склонился вперед. — А участвовали ли в нем Эдуард и Темпл, Родни Блэк-младший или Чарли Мэйсон, миссис Абдайк? — Не знаю. — Почему вы расспрашиваете меня? — Почему? — ее голос перешел в крик. Элли Ри бормотал что-то успокаивающее, когда к ним подошел капитан Роузуатер. — Миссис Абдайк, не будете ли вы так любезны? Она спрыгнула с камня. — Уже? — Да, пожалуйста. Капитан взял вдову Уильяма Абдайка за одну руку, медсестра за другую, и они вдвоем почти что потащили ее к оврагу. Никки сочла необходимым воспользоваться носовым платком. Когда она подняла взгляд, Элли Ри исчез. Никки нашла Элли Ри вместе с его отцом и сержантом Вели на дороге, проходящей над оврагом. Они стояли у большого клёна, разглядывая прикрепленный к нему указатель с надписью на желтом фоне. — Впереди крутой поворот, что иллюстрировал знак, напоминающий согнутый локоть. — На этой дороге нет освещения, — говорил инспектор, когда Никки подошла к ним. Поэтому он должен был включить фары. — А их мощности, безусловно, хватило бы, чтобы осветить знак с отражателем. — Не могу этого понять, инспектор. — Пожалуйста, сержант Вели, разве только у него фары вышли из строя? — Более вероятно, что он заснул за рулем, Вели. — Нет, — возразил Элли Ри. — Что нет, Элли Ри? У Абдайка фары были в порядке, и он не дремал за рулем. — Когда мне холодно, на меня ничто не производит впечатления, — поежилась Никки. — Но все равно, Элли Ри, откуда вы знаете? Элли Ри указал на две аккуратные дырки в коре клёна, расположенной очень близко к знаку. — Дятлы? — предположила Никки. — Боюсь, у этой птицы не было перьев, — медленно произнес Элли Ри. — Вели, принесите что-нибудь, чем можно будет выдернуть этот знак. Сержант вернулся с инструментами, стирая с лица пот. — Она только что его опознала, — сообщил он. — Становится теплее, верно? Но воздух по-прежнему был серым и холодным, как сталь. Просто Вели не мог забыть выражение лица, миссис Абдайк. — Что-то ожидаешь найти, Элли Ри? — спросил инспектор. — Два полных комплекта дыр от заклёпок. Сержант Вели со вздохом облегчения вытащил знак из ствола. — Будь я проклят, — полголоса сказал инспектор Квинн. Вчера вечером кто-то выдернул знак, и в результате Абдайк очутился во враге. А потом преступник вернул знак на место, — воскликнула Никки. Только он был не слишком сообразителен и не воспользовался старыми дырами. — Убийство, — заявил Элли Ри. Смит, Джонс и Браун умерли от естественных причин, но трое из пяти совладельцев этого фонда скончались в одном и том же году, что подало номеру пять идею. В случае смерти Абдайка двести тысяч долларов в ценных бумагах переходят к... — Элли Ри! — закричал инспектор. — Куда ты? — В этом деле есть поэтическая красота, — говорил Элли Ри Ники, ожидая вместе с ней в подземном помещении Национального банка. Янус был богом входов. Ключ является его официальной принадлежностью. Его еще называли потульцей, открыватель. Открыватель. Я сразу понял, что мы опоздали. Не знаю, что вы там поняли, — брюзжала Ники. Сегодня канун Нового года. А вдруг вы ошибаетесь? На сей раз нет. Почему прошлой ночью Абдайку убили таким образом, чтобы это выглядело как несчастный случай? Наш таинственный январянец этим утром первым делом прибежал сюда и обчистил сейф, принадлежащий внутреннему кругу. Бумаг там нет, Ники. Спустя час пророчество Элли Ри стало историческим фактом. Сейф был открыт ключом Билла Абдайка. Он оказался пустым. Никаких следов потульце обнаружить также не удалось. Это очень расстроило инспектора. Выяснилось, что внутренний круг располагал замечательным приспособлением для доступа к своему сейфу, которое было не куплено, а преподнесено в качестве талисмана. Талисман этот ничуть не напоминал значок наладсканных январянцев. Он представлял собой золотой ключ с гравировкой изображения двуликого бога и двумя окружностями, имевшими единый центр. Внешняя окружность состояла из январянских гранатов, а внутренняя из бриллиантов. Ключ хранился среди документов подвального помещения банка. Каждый предъявляющий копию ключа, сообщил управляющий, должен допускаться в хранилище внутреннего круга по распоряжению покойного президента Абдайка, которому, как с горечью заметил инспектор Квинн, больше подошло бы президентствовать в обществе юных сыщиков с Деланси-стрит. Кто-нибудь сегодня утром впускал сюда человека, предъявившего эту побрякушку? Один из служащих вспомнил, что впускал такого посетителя, но когда он описал его одетым в длинное пальто с закутанным шарфом до глаз, носившим темные очки, слегка прихрамывающим и говорящим хриплым шепотом, Эльдери устало промолвил. «Завтра ежегодное собрание январянцев, папа, и наш Патульций не осмелится там не появиться. Так что лучше попытаться завершить работу там». Таковы были странные события, предшествовавшие последнему собранию январянцев на тринадцатом этаже клуба выпускников Истерна за дверью с остальным медальоном, изображающим бога Януса. Мы не располагаем апокрифическими текстами, повествующими о том, какие сеансы самообожания происходили в этой комнате на предыдущих сборищах, но 1 января начавшегося года январянцы провели весьма неортодоксальное собрание, в котором приняли участие двое непосвященных. Квины, отец и сын, совершившие ритуалы несколько еретического свойства, о которых имеется полный отчет. Началось с того, что 1 января в 14 часов 5 минут сержант Велли трижды постучал в стальные лики Януса, в ответ на что из святая святых послышался испуганный голос. «Кто там?» Сержант, пробормотав А.В., толкнул плечом дверь. Три изумленные пожилые физиономии уставились на незваных гостей. Еретики вошли, и служба началась. Мы испытываем большое искушение описать во всех подробностях ради удовлетворения любознательных, интерьер храма, его строгую стальную мебель, отражавшую яркое новогоднее солнце, алтарь на четырех ногах, священные сосуды в форме кубков, наполненные коричневой жидкостью. Но с нас довольно профанацией. К тому же непосредственное отношение к нашему повествованию имеет сама служба. Она состояла в основном из вопросов и ответов, чередующихся следующим образом. Инспектор. Джентльмены, я инспектор Квинн из главного полицейского управления. Это мой сын Эллери. А тот громила у двери. Сержант Велли из моего отдела. Блэк, полиция? Эд, тебе что-нибудь об этом известно? Темпл. Мне? Ничего родни. Может быть, Чарли? Ха-ха! Мейсон, в чем дело, инспектор? Это частное клубное помещение. Инспектор, кто вы такой? Мейсон. Чарльз Мейсон. Мейсонс Театр Чейн Инкорпорейтед. Но, инспектор, нечего толочь воду в ступе. А вас как зовут? Темпл. Меня? Эдуард и Темпл. Адвокат. А в чем, собственно говоря, инспектор? Таким образом, вам остается именовать себя родни Блэка младшим с Уолл-стрит. Блэк. Сэр. Эллери. Кто из вас джентльмены принадлежит к внутреннему кругу январянцев? Мейсон. Внутреннему чего? Блэк. По-моему, он сказал кругу, Чарли. Темпл. К внутреннему кругу? А что это такое? Сержант. Один из них наверняка Джон Берримор. Маэстро. Берримор Джон. 1882-1942 американский актер. Блэк. Послушайте, мы три четверти того, что осталось от выпускного класса Истерна 1913 года. Эллери. Так значит, джентльмены, вам неизвестно, что Билл Абдайк мертв? Все трое. Мертв? Билл. Инспектор. Расскажи им все по порядку, Эллери. Не торопясь, Эллери поведал историю внутреннего круга убийства Билла Абдайка и исчезновения двухсот тысяч долларов в ценных бумагах. Покуда он рассказывал, старый джентльмен с Сентер-стрит и его сержант внимательно изучали три физиономии. Театральный магнат, адвокат и специалист по рекламе изумленно переглядывались, а когда Эллери закончил, вновь посмотрели друг на друга. «Мои руки чисты, Эд!» Наконец заговорил Чарли Мэйсон. «Как насчет твоих?» «За кого ты меня принимаешь, Чарли?» произнес Стэмпл тихим, но угрожающим голосом. «Оба посмотрели на Блэка, который пискнул «Не пытайтесь проехаться за мой счет, вы предатели!» Вслед за этим, как будто ничего не было сказано, трое небожителей повернулись и устремили суровые взгляды на иконоборца. Допрос возобновился. «Эллери!» «Мистер Темпл, где вы были позавчера вечером между одиннадцатью и полуночью?» «Темпл, дайте подумать. Позавчера вечером. Это за сутки до кануна Нового года. Я лег спать в десять. Эллери!» «Вы вроде бы холостяк. Вы сами ведете хозяйство?» «Темпл, мой слуга». «Эллери, а где был он?» «Темпл, куда тут скользнул?» «Сержант, нет алиби!» «Инспектор, как насчет вас, мистер Блэк?» «Блэк!» «Ну, дело в том, что я смотрел мюзикл и между одиннадцатью и двенадцатью ехал на машине домой в Уайт Плейнс». «Сержант, ха!» «Уайт Плейнс!» «Эллери, один?» «Мистер Блэк». «Блэк, ну, да, вся семья уехала на каникулы». «Инспектор, нет алиби!» «Мистер Мэйсон!» «Мэйсон, идете к черту!» Слышится стук в дверь. «Сержант, кто бы это мог быть?» «Темпл, призрак Билла?» «Блэк, это не смешно, Эд!» «Эллери, входите!» Дверь открывается. Входит Никки Портер. «Никки, извините за вторжение, но она пришла и хочет видеть вас, Эллери. Она очень настаивает. Говорит, что вспомнила кое-что о внутреннем круге, и Эллери она...» «Никки, входите!» «Миссис Абдайк!» «Они все здесь?» Осведомилась Миссис Абдайк. «Очень рада. Хотелось взглянуть на их лица. Я все рассказала, Миссис Абдайк!» дерзко заявила Никки. «Эллери, закройте дверь!» шепнул инспектор. Но это дело не удалось раскрыть с помощью виноватого вида преступника. Блэк, Мэйсон и Темпл, столпившись у окна, нервно жестикулировали, выкрикивая нечто неразборчивое. Когда, наконец, в комнате воцарилось молчание, Миссис Абдайк беспомощно произнесла «Нет, не знаю!» и зарыдала, упав в кресло. Блэк уставился в окно. Мэйсон позеленел. А Темпл сжал губы. Элери подошел к водове и положил руку на ее плечо. «Вы вспомнили что-то о внутреннем круге, Миссис Абдайк?» Женщина перестала плакать и, положив руки на колени, устремила взгляд прямо перед собой. «Вам известно имя пятого члена?» «Нет». Билл никогда не называл мне их имена. Но однажды он сказал, «Мэри, я дам тебе намек». «Намек?» По его словам, он как-то заметил, что в именах членов внутреннего круга было нечто забавное. «Забавное?» — резко переспросил Элери. В их именах, да, якобы все пять имен имеют нечто общее. «Общее?» Он засмеялся и добавил, «Не забывай, Мэри, что я женатый человек». «Помни, я сказала, «Билл, перестань говорить загадками, что ты имеешь в виду?» А он снова засмеялся и ответил, «Понимаешь, Мэри, ты тоже в этом участвуешь?» «Ты тоже в этом участвуешь». Словно эхо повторило Никки. «Я понятия не имею, что...» подразумевал Билл, но произнес он именно так, слово в слово. Глядя на Элери, вдова с интересом спросила, «Это поможет вам, мистер Квинн?» «О, да», — мягко отозвался Элери, «безусловно, миссис Абдайк». И он предложил молчащим генварианцам, «Хочет ли кто-нибудь из вас, джентльмены, попытаться разгадать эту загадку?» Но джентльмены хранили молчание. Надо понимать ответ отрицательный. «Отлично. Давайте действовать вместе». Роберт Карлтон Смит, Джи Стэнфорд Джонс, Питер Зиссинг Браун, Уильям Абдайк. В этих четырех именах, согласно Биллу Абдайку, есть нечто общее. Что? «Смит», — сказал инспектор. «Джонс», — сказал сержант. «Браун», — сказала Никки. «Абдайк», — сказал инспектор. «Сынок, я сдаюсь». «Я тоже, маэстро», — присоединился в Элли. «Пожалуйста, Эллири», — взмолилась Никки. «Каждый из этих четырех имен, — заговорил Эллири, включает в себя название знаменитого колледжа или университета. Все они имели». «Роберт Карлтон Смит», — с сомнением произнес инспектор. «Смит», — воспикнула Никки. «Колледж Смита в Массачусетсе!» «Джи Стэнфорд Джонс», — продолжал удивленный инспектор. «Университет Стэнфорда в Калифорнии». «Браун», — задумчиво промолвил сержант Велли. «Университет Брауна в Рот-Айленде». «Абдайк», — начала Никки и умолкла. «Колледжа с таким названием не существует, Эллири». «Его полное имя было Уильям Абдайк Никки, но Уильям имя, а не фамилия. Оно не может фигурировать в качестве названия. Уильямс — другое дело». «Что говорил Абдайк?» «Миссис Абдайк». «Мэри, ты тоже в этом участвуешь. Значит, в название входят Уильям и Мэри Абдайк, колледж Вильгельма и Марии», — рякнул инспектор. «Таким образом, этот ключ подошел ко всем четырем известным именам». Но из того, что Абдайк сказал жене, следует, что он подходит и к пятому имени. Нам остается только уточнить, имя которого из присутствующих здесь трех джентльменов фигурирует в названии колледжа или университета, и мы сможем добраться до негодяя, который убил Билла Абдайка ради ценных бумаг внутреннего круга. «Родни Блэк-младший», — пробормотал обладатель этого имени. «Найдите-ка что-нибудь подобное в названии колледжа, сэр». «Чарльз Мэйсон», — неуверенно промолвил второй джентльмен. «Нет ничего похожего ни Чарльза, ни Мэйсона», — в таком случае заметил Эллири. «Петля затягивается вокруг вашей шеи, мистер Темпл». «Темпл? Университет Темпла в Пенсильвании». Конечно, все это выглядело абсурдом. Взрослые люди, играющие с эмблемами и талисманами, словно мальчишки, придумывающие заговоры в подземелье. Дело об убийстве, раскрытое при помощи трюка с именами. Истернский университет слишком солиден для подобного ребячества, и достаточно стар, рискнем предположить мы, чтобы знать правду. А именно... Первое. Эдуард И. Темпл, выпускник Истерна, 1913 года не случайно выпал из окна 13-го этажа клуба выпускников Истерна, а сам выбросился оттуда. Второе. Кафедра античности имени Патульция, основанная в этом году учреждена не на средства богатого истернца из Ойл-Сити, пожелавшего остаться неизвестным, она возникла благодаря содержимому сейфа внутреннего круга, обнаруженному в сейфе другого банка, куда его под фальшивым именем поместил Темпл 31 декабря. Третье. Январянская компания была превращена в хранилище белья не из-за разросшихся хозяйственных нужд клуба выпускников Истерна. Вышел приказ, согласно которому само название общества двуликого бога должно исчезнуть с территории университета. Что же касается висевшего на двери стального медальона с изображением Януса, то сам президент Истерна бросил его в реку Гудзон с моста Джорджа-Вашингтона в одну из бурных ночей того же января. Февраль. Приключения с президентским пятицентовиком. Существует категория любопытных путешественников, которые предпочитают сворачивать шумных шоссе на боковые дороги в поисках интересных встреч и считают прогулку неудавшейся, если не наткнуться, по крайней мере, на грифона. Однако Элли Реквину повезло больше других, ибо во время очередного странствия он столкнулся с самим президентом Соединенных Штатов. Было бы достаточно интересно, если бы подобное произошло, как вы, вероятно, вообразили случайно, на одной из темных улочек Вашингтона, где обрадованного мистера Квина окружили агенты секретной службы, выворачивая карманы и спрашивая, что ему там понадобилось, покуда черный, пули, непробиваемый лимузин уносил президента прочь. Но в данном случае простого воображения явно недостаточно. Тут требуется все богатство фантазии, ибо происшедшее поистине фантастично. Встреча Элли Ри с президентом США имела место не темной ночью, а при неромантичном свете нескольких дней, хотя ночь также сыграла свою роль. Ее не назовешь случайной, наоборот, она была устроена дочерью фермера. И это произошло не в Вашингтоне, так как президент, о котором идет речь, занимался делами государства совсем в другом городе. Не то чтобы встреча состоялась именно там, она осуществилась вообще не в городе, а на ферме в нескольких милях от Филадельфии. Но самым странным было отсутствие лимузина, потому что хотя этот президент и был весьма состоятельным человеком, но все же не настолько, чтобы иметь автомобиль. К тому же всех ресурсов его правительства и всех богатств мира не хватило бы на то, чтобы снабдить его этим средством передвижения. Упомянутый бриллиант парадоксов обладал еще более любопытными гранями. Встреча произошла в самом буквальном смысле слова, но физически ее не было вовсе, поскольку президент был мертв. Существуют люди, которые, не моргнув глазом, готовы пожать руку или похлопать по плечу того, кто уже давно в могиле, но Элли Реквин, увы, не принадлежит к их числу. Он не верит в призраков и, следовательно, никогда с ними не встречается. Поэтому он не мог встретиться и с тенью президента. Тем не менее, их встреча была столь же реальной, как, скажем, встреча двух шахматистов, один из которых находится в Лондоне, а другой в Нью-Йорке, которые не покидают своих кресел, однако продолжают игру до чьей-либо победы. Но если шахматисты преодолевают пространство, то Элли Рей и основатели его страны преодолели время, целые полтора столетия. Короче говоря, это история о том, как Элли Реквин померился умом с Джорджем Вашингтоном. Иные модники жалуются, что рукава совпадения слишком длинны, но в данном случае портной может возразить, что он все скроил точно по мерке. Другими словами, событие часто варится в собственном соку. Что бы ни явилось причиной, факт состоит в том, что приключение с президентским пятицентовиком, связанное с событиями вокруг 59-го дня рождения президента Вашингтона, впервые завладело вниманием Элли Рей 19 февраля и достигло кульминации спустя три дня. Утром 19 числа Элли Рей находился у себя в кабинете, сражаясь с несколькими упрямыми жертвами насилия, ни одна из которых не обрела полностью плоть и кровь, ибо его роман все еще пребывал в стадии планирования. Поэтому он был раздосадован, когда Никки вошла с карточкой. «Джеймс Изекил Пэтч», — проворчал великий человек, который на упомянутом этапе планирования никогда не бывал в хорошем настроении. «Я не знаю никакого Джеймса Изекила Пэтча, Никки. Вышвырните этого типа и займитесь примечаниями к возможным мотивам. Это совсем не похоже на вас, Элли Рей», — заявила Никки. «Что именно?» «Отказываться от назначенной встречи». «От назначенной встречи?» «Этот Пэтч имеет наглость утверждать. Он не просто утверждает, он это доказывает». «Кто-то из нас спятил», — огрызнулся мистер Квинн и направился в гостиную, чтобы лично вышвырнуть Джеймса Изекила Пэтча. Однако он сразу же понял, как только Джеймс Изекил Пэтч поднялся с кресла у камина, что для этого потребуются героические усилия. Мистер Пэтч, несмотря на мягкий, внимательный взгляд, был крупным, широкоплечим мужчиной. «Что все это значит?» — грозно осведомился Элли Рей. Присутствие Ники удержало его от более сильных выражений. «Именно это я хотел бы знать», — дружелюбно отозвался посетитель. «Что вам от меня понадобилось, мистер Квинн? Что мне от вас понадобилось? Это вам что-то нужно от меня? Я нахожу это весьма странным, мистер Квинн. Послушайте, мистер Пэтч, сегодня утром я страшно занят, и я тоже». Плотная желистая шея мистера Пэтча покраснела, а то он его утратил. Дружелюбие. Элли Рей осторожно шагнул назад, когда визитер сунул ему под нос желтый листок бумаги. «Вы посылали мне эту телеграмму или нет?» Руководствуясь тактическими соображениями, Элли Рей взял телеграмму, хотя по причине стратегического порядка при этом воинственно нахмурил брови. «Срочно приезжайте ко мне домой завтра, 19 февраля, в 10 утра, Элли Рей Квинн». «Ну, сэр, — прогремел мистер Пэтч, — у вас имеется для меня что-то о Вашингтоне, не так ли?» «О Вашингтоне?» Рассеянный переспросил Элли Рей, изучая телеграмму. «О Джорджа, Вашингтоне, мистер Квинн. Я антиквар и коллекционирую все, что касается Вашингтона. В этой области я авторитет. Все свое немалое состояние я трачу на Вашингтона. Никогда бы не стал жертвовать своим временем, если бы не увидел в телеграмме ваше имя. Это моя самая занятая неделя. У меня назначены встречи для бесед о Вашингтоне. Я тут ни при чем, мистер Пэтч, — прервал Элли Рей. Это либо грубая шутка, либо баронесса Чек и профессор Джон Сесил Шо, — объявила Никки, — с такими же телеграммами. Все три телеграмма были идентичными. «Конечно, я не посылал их», — задумчиво промолвил Элли Рей, разглядывая трех посетителей. Баронесса Чек была коротышкой с седыми волосами и сердитым лицом, напоминающим печеное яблоко, а профессор Шо — долговязым субъектом в костюме, висевшем на нем мешком. Вместе с мистером Пэтчем они являли собой самое причудливое трио, какое когда-либо собиралось в квартире Квинов. Элли Рей внезапно решил не выгонять их. С другой стороны, кто-то, очевидно, отправил телеграмму, воспользовавшись моим именем. «Тогда говорить больше не о чем», — фыкнула баронесса, щелкнув замком сумочки. «По-моему, говорить есть об очень многом», — начал профессор Шо. «Тратить время подобным образом...» «Свое время я больше не намерен тратить», — проворчал мистер Пэтч. «День рождения Вашингтона всего через три дня», — вот именно улыбнулся Элли Рей, — «почему бы вам не сесть?» «Во всем этом может скрываться нечто большее, чем кажется на первый взгляд». «Баронесса Чек, если не ошибаюсь, вы вывезли в США замечательную коллекцию редких монет как раз перед вторжением Гитлера в Чехословакию. Сейчас Ваш нью-йоркский бизнес также связан с монетами». «К несчастью», — холодно произнесла баронесса, — «человек должен есть». «А вы, сэр?» «Вас, я, кажется, знаю. Я занимаюсь редкими книгами», — буркнул профессор. «Ну, конечно, Джон Сессил Шо, коллекционер редких изданий». «Мы встречались в магазине «Мимо» и в других местах. Я отвергаю мою первоначальную теорию. Тут виден какой-то план, и притом не шуточный. Антиквар, нумизмат и коллекционер редких книг. Никки, кого вы впустили на сей раз?» «Если это особо что-то коллекционирует», — шепнула Никки на ухо своему боссу, вот удержу пари существ с двумя ногами и волосатой грудью. Чертовски хорошенькая девушка. «Меня зовут Марта Кларк», — послышался спокойный голос, и Эллери, повернувшись, имел счастье насладиться одним из приятнейших в мире зрелищ. «Насколько я понимаю, мисс Кларк, вы также получили одну из телеграмм, подписанных моим именем». «О, нет», — ответила хорошенькая девушка. «Я их отправила». В миловидной мисс Кларк было нечто внушающее, если не доверие, то, по крайней мере, непредубежденность. Возможно, причина заключалась в том самовладании, с которым она, стоя на коврике у камина как дирижер на подиуме, ожидала, пока они все, включая Эллери, займут стулья в его гостиной. Это никого не возмутило, только вызвало любопытство. «Не будем терять времени», — заговорила мисс Кларк. «Я поступила так, во-первых, чтобы повидать одновременно и мистера Пэтча, и баронессу Чек, и профессора Шо. Во-вторых, потому что мне может понадобиться детектив. И в-третьих, — добавила она, — потому что я доведена до отчаяния. Мой отец Тобайя Скларк — фермер. Наша ферма находится к югу от Филадельфии. Ее построил один из Кларков в 1761 году, и с тех пор она принадлежит нашей семье. Я не собираюсь докучать вам сентиментальными воспоминаниями. Мы разорились, и ферма заложена. Если нам с папой в ближайшее время не удастся раздобыть шесть тысяч долларов, мы потеряем наш дом». На лице профессора Шо отразилась неуверенность. «Весьма печально, — мисс Кларк, — промолвила баронесса, — но я должна сегодня провести свой аукцион. Если вам нужны деньги, — мисс Буркнул Джеймс Изекил Пэтч, — конечно, мне нужны деньги. Но у меня есть что продать». «А-а-а! — сказала баронесса. «О-о-о! — сказал профессор. Хм! — сказал антиквар. Мистер Квинн не сказал ничего, а мисс Портер продолжала ревностно жевать кончик карандаша. На днях, убирая на чердаке, нашла старую книгу. «Ну-ну! — снисходительно подбодрил профессор Шо. — Значит, старую книгу». Она называлась «Дневник Семена Кларка». Семен Кларк был папин пра-пра-пра-пра кто-то там. Его дневник был напечатан в 1792 году в Филадельфии двоюродным братом Джонатаном, занимавшимся типографским делом. «Дневник Семена Кларк! — пробормотал похожий на труп коллекционер книг. Не припоминаю ничего похожего. Мисс Кларк!» Марта Кларк осторожно открыла большой конверт и вынула оттуда желтоватый лист бумаги с плохо отпечатанным текстом. Титульный лист был оторван, поэтому я захватила его с собой. Профессор Шо молча обследовал бумагу, а Эллери поднялся и, прищурившись, уставился на нее. «Конечно», — заговорил профессор после долгого изучения, в процессе которого он подносил бумагу к свету, разглядывал отдельные буквы и проделывал другие таинственные ритуалы. «Возраст сам по себе не гарантирует факт раритета, как и раритет не обязательно представляет ценность. Хотя эта страница выглядит соответствующей упомянутому периоду и является достаточно редкостью, поскольку неизвестно мне. Все же главной целью дневника, — перебила мисс Марта Кларк, которую я храню дома, — было поведать историю посещения Джорджем Вашингтоном фермы Кларка зимой 1791 года. Фермы Кларка в 1791 году воскликнул Джеймс Изикл Петт. Чушь! Не сохранилось никаких свидетельств и о том, что Джордж Вашингтон там зарыл, закончила дочь фермера. По приказу Эллери телефонную трубку сняли с рычага, дверь закрыли на задвижку и шторы опустили, после чего начались продолжительные расспросы. Спустя некоторое время неизвестная глава из жизни отца нации была должным образом обрисована. Холодным и серым февральским утром 1791 года фермер Кларк, оторвав взгляд от изгороди, которую чинил, увидел великолепный кортеж, приближающийся со стороны Филадельфии. За всадниками в мундирах следовали группа джентльменов верхом и несколько роскошных карет, запряженных шестерками лошадей, которыми правили негры в ливреях. К изумлению Симеона Кларка весь выезд остановился у его дома. Он побежал, слыша скрип пружины фырканья взмыленных лошадей. Джентльмены лакеи спрыгивали на обледеневшую землю, и к тому времени, когда Симеон добежал до своего дома, все толпились у первой кареты с гербом. Вытянув шею, фермер увидел внутри крупного джентльмена с очень большим носом, облаченного в черный бархатный костюм и черный плащ, отороченный золотом. На его голове в парике красовалась шляпа с пером, а на боку долинная шпага в белых кожаных ножнах. Этот мужчина, опустившись на одно колено, с беспокойством склонился над круглолицей леди средних лет, закутанной в меха и полулежащей на обитом бархатом сиденье с закрытыми глазами и побледневшими подрумяными щеками. Еще один джентльмен, одетый более скромно, также склонился над леди, держа пальцы на ее запястье. — Боюсь, — сказал он человеку, стоящему на колени, — что было бы неосторожно продолжать путешествие в такую погоду, ваше превосходительство. — Леди Вашингтон срочно нуждается в лекарстве и теплой постели. — Леди Вашингтон! — Значит, этот высокий, богато одетый джентльмен — президент! Семен Кларк пробился сквозь толпу. — Ваше превосходительство, сэр! — воскликнул он. — Я Семен Кларк. Это моя ферма. У нас с Сарой крепкий теплый дом. Жена приготовит постели. Президент посмотрел на Семена. — Благодарю вас, фермер Кларк. — Нет-нет, доктор Крейг. Я сам помогу, леди Вашингтон. И Джордж Вашингтон отнес Марту Вашингтон в маленький фермерский дом Семена и Сары Кларк. Один из слуг сообщил Кларком, что президент ехал в Вирджинию, дабы отметить свое 50-летие в уединении Маунт-Вернона. Маунт-Вернон — имение Джорджа Вашингтона на северо-востоке штата Вирджиния, где он похоронен. Но вместо этого он встретил день рождения на ферме Кларка, ибо так настоял врач, который доказывал, что супруга президента не сможет добраться даже до ближайшей столицы штата без риска получить осложнение. По приказу президента весь инцидент хранился в строгом секрете. — Незачем безнуждой тревожить людей, — сказал он, не отходя, однако три дня и три ночи от постели Марты. Очевидно, в течение 72-х часов, покуда его жена приходила в себя после недомогания, президент вспоминал о хозяевах дома, так как на четвертое утро послал за Кларками своего слугу, негра Кристофера. Кларки застали Джорджа Вашингтона, сидящего у камина, чисто выбритым, напудренным и безукоризненно одетым. Его суровые черты были спокойны. Мне сообщили фермер Кларк, что вы, ваша достойная супруга, отказались от вознаграждения за скот, который вам пришлось забить ради кормления нашей большой компании. — Вы мой президент, сэр, — ответил Симеон. — Я не возьму денег. Мы, мы не возьмем денег, ваша милость, — запинаясь, повторила Сара. — Тем не менее, леди Вашингтон и я хотели бы поблагодарить вас за гостеприимство. Если вы позволите, я своими руками посажу за вашим домом рощу молодых дубков, а под одним из них зарою две принадлежащие мне вещи. Глаза Вашингтона слегка прищурились. — Сегодня мой день рождения, и меня обуял дух авантюризма. — Ну как? — Фермер. — И миссис Кларк. Вы согласны на мое предложение? — Что? Что это были за вещи? — задыхаясь, спросил Джеймс Изекил Пэтч. Он был смертельно бледен. — Шпага в белых кожаных ножнах, которую носил Вашингтон, — ответила Марта Кларк. — И серебряная монета, которую президент хранил в потайном кармане. — Серебряная монета? — ахнула в свою очередь Баронесса Чек. — Какая именно монета? — Мисс Кларк. — Дневник утверждает, что пятицентовая, — нахмурившись, ответила Марта. — Пятицентовая монета Соединенных Штатов Америки? — странным тоном переспросила Баронесса. — Да. — И это произошло в 1791 году? — Да. Баронесса фыркнула и поднялась. — Я сразу подумала, девушка, что Ваша история чересчур романтична. Монетный двор Соединенных Штатов начал выпускать пятицентовики только в 1792 году. — Как и другие американские монеты, если не ошибаюсь, — сказал Элери. — Как вы это объясните, мисс Кларк? Это была экспериментальная монета, — холодно отозвалась Марта. Дневник не уточняет, выпустил ее монетный двор или какое-то частное предприятие. Возможно, Вашингтон не сообщил это Семену. Но президент сказал, что пятицентовик от Чеканин из его личного серебра и был вручен ему как памятный подарок. — Похожая история о пятицентовике имеется в анналах американского нумизматического общества, — пробормотала Баронесса. Но она, безусловно, касается одной из ранних монет, выпущенных монетным двором. Возможно, несколько образцов были предварительно от Чеканиной в 1791 году. — Так, во всяком случае, говорится в дневнике, — повторила мисс Кларк. — Наверное, президент Вашингтон очень интересовался монетами новой страны, которую он возглавлял. — Мне нужен этот пятицентовик. — Мисс Кларк, — заявила Баронесса, — я имею в виду, что хотела бы купить его у вас. — А я хотел бы, — осторожно произнес мистер Пэтч, — приобрести шпагу Вашингтона. — Дневник, — простонал профессор Шо. — Я куплю у вас дневник Семена Кларка, мисс Кларк. — С удовольствием продам его вам, профессор Шо. Я уже говорила, что нашла его на чердаке, и сейчас он заперт в комоде, в гостиной. Но что касается двух других предметов... Марта сделала паузу, а на лице Эллири появилось довольное выражение. Ему казалось, что он догадывается, о чем сейчас пойдет речь. — Я продам вам шпагу, мистер Пэтч, а вам монету, Баронесса Чек, в том случае. И мисс Кларк устремила взгляд ясных глаз на Эллири. Если вы, мистер Квинн, будьте настолько любезны, что найдете их. Маленький фермерский дом в Пенсильвании выглядел так уныло, как должен выглядеть дом времен войны за независимость холодным январским утром. Тем более обезображенный, нависающий над ним закладной. — Я вижу яблоневый сад, — заметила Никки, когда они вышли из машины Элли. Но где дубовая роща? Вы ее видите? Эллири сжал губы. Они сжались еще сильнее, когда его соло на дверном молотке не получило ответа. — Давайте обойдем вокруг дома. Кратко предложил он, и Никки весело побежала впереди. За домом находился амбар, перед которым виднелись двенадцать безобразных ям в земле. Возле каждой ямы помещались свежесрубленный дуб и его пенек, либо старый недавно выкорчеванный пень. На одном из пней сидел старик в испачканных землей голубых джинсах, воинственно дымящей кукурузной кочерыжкой. — Вы Тобайес Кларк? — осведомился Эллири. — Угу. Я Эллири Квин. — Это мисс Портер. Вчера ваша дочь посетила меня в Нью-Йорке. — Знаю. — А я могу узнать, где Марта? — На станции. — Встречает остальных. Тобайес Кларк сплюнул и уставился на ямы. Не понимаю, зачем вы сюда притащились. Под этими дубами ничего нет. Я вчера все перекопал под деревьями, которые здесь стояли, и обрубком дуба, который свалился много лет назад. Взгляните на эти ямы. Мы с моим работником рыли землю чуть ли не до самого Китая. Эти дубы называли «рощей Вашингтона». А теперь это всего лишь дрова. Только не для меня, а для кого-то другого. В его голосе послышалась горечь. Мы потеряем ферму, мистер, если не... Он не окончил фразу. А может, и не потеряем. Ведь остается книга, которую нашла Марта. Профессор Шо, коллекционер редких книг, предложил за нее вашей дочери две тысячи долларов. Если она ему подойдет, мистер Кларк, сказала Никки. Марта сообщила мне это вчера вечером, когда вернулась из Нью-Йорка, проворчал Табайес Кларк. Да, две тысячи, а нам нужно шесть. Он усмехнулся и снова сплюнул. Вот так, печально промолвила Никки, надеясь, что Эллири сразу же сядет в машину и поедет назад в Нью-Йорк. Но Эллири не обнаруживал желание вести себя разумно. Быть может, мистер Кларк, некоторые деревья погибли от старости, исчезли вместе с пнями, корнями и всем прочим. Марта... Она для него уже Марта. Марта говорила, что в дневнике не упоминается точное число деревьев, которые посадил здесь Вашингтон. Взгляните на ямы. Их двенадцать, верно? И они идут треугольником. А между ними нет места ни для одного дерева. Да и ямы на одинаковом расстоянии друг от друга. Нет, мистер, деревья всегда было только двенадцать, и я перекопал под всеми. Тогда что делает лишнее дерево в центре треугольника? Под ним вы не копали, мистер Кларк. Табайс Кларк сплюнул третий раз. Вижу, вы не слишком разбираетесь в деревьях. Эту вишню я сам посадил шесть лет назад. Она никак не связана с Джорджем Вашингтоном. Если вы просеяли всю землю в этих ямах, начало Ники, можете не сомневаться, просеял. Либо кто-то выкопал эти вещи лет сто назад, мистер, либо это просто выдумка. А вот и Март с остальными. И фермер сплюнул в четвертый раз. Не буду вас задерживать. Это представляет Вашингтона с довольно неожиданной стороны, заметил вечером Джеймс и Зекил Пэтч. Они сидели в гостиной у камина, отягощенные мрачными мыслями обедом мисс Кларк. И то, и другое, по мнению мисс Портер, было достаточно тягостным. Баранесса Чек походила на человека, которого зумровали в пещере. До утра поездов не было, и она не могла смириться с мыслью о ночи в фермерской постели. Большую часть дня они провели над дневником Семена Кларка в поисках ключа к кладу Вашингтона. Но ключа не было. Интересующий их фрагмент сообщал лишь о дубах за красным амбаром, который его превосходительство собственноручно посадил треугольником, как и обещал мне, а потом зарыл под одним из них свою шпагу и пятицентовую монету в медном футляре, изготовленном, по его словам, мистером Ривером из Бостона. Ривер, Пол. 1735-1818. Американский серебряных дел мастер, предупредивший 18 апреля 1775 года колонистов Массачусетса о приближении британских войск. — В каком смысле с неожиданной стороны, мистер Пэтч? — спросил Эллири до сих пор, молча глядевший на огонь, едва слушая остальных. — Вашингтон не был склонен к романтизму, — сухо ответил антиквар. — Не знаю ни о чем в его биографии, что могло бы объяснить столь нелепую шутку. Начинаю думать. — Но профессор Шо говорит, что дневник не подделка, — воскликнула Марта Кларк. — О, книга достаточно подлинная. Вид у профессора был невеселый. — Но это может быть просто литературной мистификацией, мисс Кларк. — Боюсь, что если история не будет подтверждена, находка медного футляра с его содержимым... — О, боже! — вздохнула Никки, искренне пожалев Марту. Но Эллири возразил. — Я верю в это. Пенсильванские фермеры в 1791 году едва ли занимались литературными подделками. Профессор Шо. Что касается Вашингтона, мистер Пэтч, то ни один человек не может быть всегда одинаковым. А в его день рождения, да еще с женой, только что поправившейся после болезни, и Эллири снова умолк. Вскоре он скачал со стула. — Мистер Кларк! Табаис пошевелился в темном углу. — Что? — Вы когда-нибудь слышали, что вы, ваш отец, дед или кто-нибудь из родственников, говорили о еще одном амбаре за домом? Марту ставилась на него и воскликнула. — Ну, конечно, папа! Наверняка был еще один амбар в другом месте. А настоящая роща Вашингтона была срублена или погибла сама? — Нет! — покачал головой Табаис Кларк. Никакого амбара, кроме этого, здесь не было. Несколько бревен сохранилось с самой постройки. А на перекладине осталась выжженная дата — 1761 год. Ники поднялась рано. Ее разбудил стук, раздающийся в морозном воздухе. Подтянув одеяло к носу, она выглянула в окно и увидела на фоне рассвета мистера Элли Реквина, размахивающего топором, словно первый поселенец. Ежесть от холода Ники быстро оделась, накинула на плечи андаторовую горжетку, крашеную под норку, сбежала вниз, вышла из дома и обошла его, пройдя мимо амбара. — Элли Реквина, что вы тут делаете? Сейчас еще практически ночь. — Колю дрова, — ответил Элли Реквина, продолжая упомянутое занятие. — До амбара сложены горы дров, — воскликнула Ники. — Право, Элли Реквина, ваш флирт заходит слишком далеко. Элли Реквина не отозвался. К тому же кромсать стволы деревьев, посаженных Джорджем Вашингтоном, в этом есть нечто недостойное. Это вандализм. — Просто я подумал, — пропыхтел Элли Реквина, делая паузу в работе, — что сто пятьдесят лет — большой срок, Ники. За это время могло произойти что угодно, даже с деревом, например, метный футляр, — ахнула Ники. Он оброс корнями и находится в одном из спней. — Ну, наконец-то! — усмехнулся Элли Реквина, вновь поднимая топор. Он все еще размахивал им спустя два часа, когда Марта Кларк позвала всех завтракать. В половине двенадцатого Ники вернулась, отвезя профессора, баронессу и Петча на железнодорожную станцию. Она застала мистера Квина сидящим у огня в нижней рубашке. Марта Кларк массировала его обнаженную правую руку. — О! — воскликнула Ники. — Прошу прощения. — Куда вы, Ники? — с раздражением сказал Элли Реквина. — Входите. Марта втирает мазь в мой бицепс. — Он не привык рубить дрова, — весело заметила Марта Кларк. — Да я разнес в щепы! — Эти гнилые дубы! — простонал Элли Реквина. — Ой, Марта! — Надеюсь, теперь вы удовлетворены? — холдно сказала Ники. — Предлагаю последовать примеру Петча-Шо и Баронессы, Элли Реквина. Поезд отходит в пятнадцать ноль пять. Мы не можем злоупотреблять гостеприимством, мисс Кларк. К ужасу, Ники, Марта разразилась слезами. — Марта! — Ники ощутила желание, как следует встряхнуть эту лицемерку. — Ну-ну, Марта! — Этого еще не хватало обнимать ее при мне, — с презрением подумала Ники. — Неважно, что эти три крысы сбежали с корабля. Я найду для вас шпагу и пятицентовик. — Вы никогда их не найдете, — схлипывала Марта, рошая слезами нижнюю рубашку Элли Реквина, потому что их здесь нет и никогда не было. И если история с приездом Вашингтона правда, то он не стал бы закапывать шпагу и монету, а просто подарил бы их Симеону и Саре. — Не обязательно, — с отвратительной поспешностью возразил Элли Реквина. Исторические личности понимали, что глаза потомства будут устремлены на них, так что зарыть шпагу и монету было абсолютно естественным поступком для Вашингтона. — Вы действительно так думаете? — Тьфу, гадость какая! Но даже если Вашингтон зарыл их, — хныкла Марта, — это не значит, что Симеон и Сара тут же не выкопали медный футляр, как только президент повернулся к ним спиной. — Два простых сельских жителя? — воскликнул Элли Реквина. — Соль земли? Новоамериканской земли? Не уважить желание его превосходительства Джорджа Вашингтона, первого президента Соединенных Штатов, вы в своем уме? Да и зачем Симеону парадная шпага? — Чтобы воткнуть ее в полужный лемех. Со злобой подумала Никки. Наверняка он так и сделал. А эти пять центов? Разве они могли представлять какую-то ценность в 1791 году? Нет, Марта, они где-то здесь. Подождите и увидите. Я бы хотела в это верить Эллире. — Успокойтесь, малышка. Перестаньте плакать. Лучше наденьте вашу рубашку, супермен, — сказала мисс Портер, стоя в дверях. — А не то заработайте воспаление легких. Остаток дня мистер Квинн рыскал по ферме Кларка, разглядывая землю. Некоторое время он провел в амбаре. По меньшей мере двадцать минут Эллире посветил каждый из ям. Он тщательно обследовал поленца дубов, оставшиеся после его упражнений с топором, как палеонтолог обследует древние окаменелости в поисках следов динозавров. Измерив расстояние между ямами, Эллире на мгновение ощутил эмоциональный подъем. В молодости Джордж Вашингтон был землемером, и здесь имелось свидетельство, что его страсть к точности не ослабла с годами. Насколько мог судить Эллире, двенадцать дубов были посажены на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя равносторонний треугольник. Присев на сиденье культиватора за амбаром, Эллире заинтересовался причиной внезапно участившегося пульса. Воспоминания стучали у него в голове. Когда Эллире открыл невидимую дверь, чтобы впустить их, казалось, будто он впустил какую-то конкретную личность. Закрыв глаза, Эллире представил себе высокого мужчину с крупными чертами лица, тщательно отмеривавшего шагами расстояние между двенадцатью точками, словно бросая вызов будущему. Джордж Вашингтон. Чувство влечения к цифрам сопровождало Вашингтона всю жизнь. Пересчитывание разных предметов не ради них, а ради самого счета было для него самым важным. Еще мальчиком, обучаясь в школе мистера Уильяма в Уэст-Морленде, он особенно успевал в арифметике, а также в мерах длины, веса и всего прочего. Юный Джордж наслаждался подсчетом кордов дров, пеков, гороха, пинт, галлонов, как другие мальчишки играми на воздухе. Корд, мера дров, равная ста двадцати восьми кубическим футам, или трём целым шестидесяти трём сотых кубических метров. Пек, мера сыпучих тел, равная одной четверти бушеля, или девяти целым девятисотым литра. Став взрослым, Вашингтон удовлетворял свою потребность в счете с помощью всего, чем владел. Однако он не довольствовался простым подсчитыванием акров земли, её плодов, своих рабов и своих денег. Элери припомнил удивительную историю, как Вашингтон однажды пересчитал количество семян в фунте Красного Клевера и Луговой Тимофеевке, получив результаты семьдесят одну тысячу и двести девяносто восемь тысяч. Потом, когда его аппетит возрос, он обратился к траве на берегу Нью-Ривер. На сей раз грандиозный математический труд увенчался числом восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот. Глядя на остатки рощи Вашингтона, Элери думал, что увлечение числами побудило этого человека пересчитать окна в каждом доме его поместья Маунт-Вернон и количество стекол в каждом окне, а потом с триумфом записать полученные результаты. Это было подобием голода, периодически требующего насыщения. В 1747 году, будучи пятнадцатилетним мальчиком, Джордж Вашингтон после тщательных измерений нарисовал план засеянного репой поля, принадлежащего его семье. В 1786 году, в возрасте 54 лет, генерал Вашингтон, самый знаменитый человек в мире, занимался точным вычислением высоты его веранды над уровнем потомока и, несомненно, ощущал глубокое удовлетворение, зная, что когда он сидит на веранде и смотрит на реку, то находится на высоте 124 футов десяти с половиной дюймов от ее поверхности. А в 1791 году, уже будучи президентом Соединенных Штатов, Вашингтон посадил здесь 12 дубов, образующих равносторонний треугольник и зарыл под одним из них медный футляр со шпагой и пятицентовой монетой, отлитой из его собственного серебра, под одним из них. Но футляр не оказалось ни под одним из дубов. Или он был здесь, но его давно выкопал кто-то из Кларков? Красивая история, но, по-видимому, она умерла вместе с Симеоном и Сарой. С другой стороны. Эллири чувствовал неразумное нежелание признать очевидное. Ему не давало покоя влечение Джорджа Вашингтона числами. Двенадцать деревьев на одинаковом расстоянии друг от друга, образующие равносторонний треугольник. — В чем дело? — сердито спросил он самого себя. — Почему меня это не удовлетворяет? И тогда, в сгущающихся сумерках, возникло в высшей степени странное объяснение, потому что это не должно его удовлетворять. Глупости, — подумал Эллири. Во всей геометрии не найти более удовлетворительной фигуры, чем равносторонний треугольник. Он четок, замкнут, симметричен, уравновешен и закончен во всех отношениях. Но, несмотря на свою симметрию и законченность, он не должен был удовлетворить Джорджа Вашингтона. Значит, симметрия и законченность существуют и за пределами холодной красоты цифр. Забыв о времени, Эллири начал подвергать сомнению собственные постулаты. Его обнаружили в половине одиннадцатого вечера, неподвижно сидящим на культиваторе и тупо смотрящим в одну точку. Эллири позволил вести себя в дом, позволил Никке снять с себя ботинки и носки и вернуть к жизни его окоченевшие ноги, позволил накормить себя приготовленным маркой обедом, делая все это с равнодушием, которое встревожило не только девушек, но даже старого Табайеса. Если это на него так действует, начала Марта и повернулась к Эллири. Бросьте это дело, забудьте о нем. Но ей пришлось встряхнуть его, прежде чем он ее услышал. Эллири покачал головой. — Они здесь. — Где? — одновременно воскликнули девушки. — В роще Вашингтона. — Вы нашли их? — проскрепел вставая Табайес Кларк. — Нет. — Кларк и Никке обменялись взглядами. — Тогда как вы можете быть уверены, что они зарыты здесь, Эллири? — мягко спросила Никке. Эллири выглядела задачным. — Будь я проклят, если знаю. — Откуда я это знаю? — он усмехнулся. — Может быть, мне сообщил Джордж Вашингтон. Прекратив усмехаться, Эллири вышел в освещенную камином гостиную и тщательно закрыл за собой дверь. В десять минут первого марта не выдержала. — Он когда-нибудь собирается оттуда выйти? — спросила она, зевая. — Никогда нельзя предугадать, что сделает Эллири, — ответила Никке. — Ну, я больше не в состоянии держать глаза открытыми. — Забавно, — сказала Никке. — Мне ничуть не хочется спать. Вы, городские девушки, вы, сельские девушки, — Никке и Марта засмеялись. И когда они перестали смеяться, в кухне не слышалось ни звука, кроме тиканья напольных часов и храпа Табайеса, доносившегося через потолок. — Как бы то ни было, больше я не могу терпеть, — заявила Марта. — Вы остаетесь, Никке? — Посижу еще немного. А вы идите спать. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, Марта. У двери Марта внезапно повернулась. Он сказал, что ему сообщил об этом Джордж Вашингтон. — Да. Марта быстро поднялась по лестнице. Никке подождала пятнадцать минут, затем подошла к подножию лестницы и прислушалась. Она услышала сопение и храп, ворочавшегося в постели Табайеса и стона со стороны комнаты Марты, как будто девушка видела дурной сон. Решительно, выпитив подбородок, Никке направилась к двери гостиной и распахнула ее. Элери стоял на коленях у камина, опираясь локтями на пол и сжимая лицо ладонями. В этой позе его зад был значительно выше головы. — В чем дело, Элери? — Никке. — Я думал, что вы давно уже спите. Его лицо при свете огня казалось изможденным. — Но что вы здесь делаете? Вы выглядите измученным. — Так оно и есть. Я боролся с человеком, который мог согнуть подкову голыми руками. С человеком сильным во всех отношениях. — О ком вы говорите? — О Джорджи Вашингтоне идите спать, Никке. — Вы боролись с Джорджем Вашингтоном? — Пытался пробиться в его мозг. — Это нелегкое занятие, так как он уже давно умер, а мертвецы упрямы. — Почему вы не уходите? Никке вышла ежесть, так как в доме было очень холодно. Было еще холоднее, когда на рассвете нечеловеческий вопль, сопровождаемый грохотом, сотряс стены спальни Никки, заставив ее вскочить с кровати. Но это был всего лишь Эллери, который колотил в дверь Марты Кларк, стоя в коридоре. — Марта, проснитесь, черт бы вас побрал! И скажите, где я могу найти в этом проклятом доме книгу, биографию Вашингтона, историю Соединенных Штатов, энциклопедический словарь? Что-нибудь? Огонь в гостиной давно испустил дух. Никки, Марта и Табайес Кларк стояли в халатах вокруг дрожащего и растрепанного Эллери, энергично листающего энциклопедию фермера, издания 1921 года. Вот оно! Слова вылетели у него изо рта, словно пули оставляя за собой облачка дыма. — Что? — Эллери. — То, что вы искали. — Говорю вам, он спятил. Эллери закрыл книгу с предельно умиротворенным выражением лица. — Вермонт! — произнес он. — Штат Вермонт! — Какое отношение имеет Вермонт к... Вермонт! — с усталой улыбкой объяснил Эллери. — Не входил в Союз до 4 марта 1791 года. — Это объясняет... — Что объясняет? — воскликнула Никки. — Объясняет, где Джордж Вашингтон зарыл свою шпагу и пятицентовую монету. — Потому что... — продолжал Эллери, стоя за амбаром, под быстро светлеющим небом. Вермонт был четырнадцатым штатом, присоединившимся к Союзу. — Четырнадцатым! — Табаес! — Вы не дадите мне топор? — Топор? — пробормотал Табаес и отошел, шаркая ногами. — Скорее, Эллери! — Я замерзаю! — взмолилась Никки, стуча зубами и подпрыгивая перед культиватором. — Я ничего не понимаю, — пожаловалась Марта Кларк. — Все очень просто, Марта. — О, благодарю вас, Табаес! — Так же просто, как элементарная арифметика. — Эту замечательную историю, дорогие мои, поведали мне числа. Числа и их влияние на нашего первого президента, который, помимо всего прочего, был математиком. Это послужило для меня ключом. Оставалось только найти подходящий замок. Им оказался Вермонт, и дверь открылась. Никки опустилась на сиденье культиватора. Она понимала, что в подобной ситуации торопить Эллери бесполезно, и нужно предоставить ему свободу действий. — Он заслужил это, — думала Никки, видя, каким бледным и усталым выглядит Эллери после ночной борьбы с Джорджем Вашингтоном. Число было неверным, — торжественно заявил Эллери, опираясь на топор Табаеса. Казалось несомненным, что Вашингтон посадил двенадцать деревьев. Хотя дневник Семена Кларка нигде не упоминает число двенадцать, но доказательства выглядели неопровержимыми. Двенадцать дубов находились на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя равносторонний треугольник. И все же, каким бы совершенным ни был треугольник, я чувствовал, что дубов не могло быть двенадцать. Если только их действительно посадил Джордж Вашингтон в 1791 году от Рождества Христова 22 февраля по новому стилю. Потому что до 4 марта того же года, когда Вермонт присоединился к Союзу, увеличив количество штатов еще на один, в стране существовало другое число, настолько важное, почитаемое и находившееся у всех на устах, что стал уже не числом, а неким священным символом. Оно затмевало собой все другие числа, словно полбаньян, и было запечатлено в количестве звезд и полос на новом американском флаге. Полбаньян, имеется в виду великан дровосек из американского фольклора. Это было число, знаменосцем которого являлся Джордж Вашингтон, глава новой республики, рожденной кровью и мужеством ее граждан. Оно постоянно пребывало в сердцах, умах и на устах всех американцев. Если Джордж Вашингтон, который не просто символизировал все это, но и обладал необычайным пристрастием к числам вообще, захотел посадить дубы в память о пребывании на ферме в 1791 году, в свой день рождения, он выбрал бы из бесконечного ряда чисел только одно — число 13. Теперь рощу Вашингтона освещало солнце. Джордж Вашингтон посадил в тот день 13 деревьев и зарыл под одним из них медный футляр работы Пола Ривера. 12 деревьев он расположил в виде равностороннего треугольника, и нам известно, что историческое сокровище не было спрятано ни под одним из них. Следовательно, он зарыл футляр под 13-м саженцем дуба, который за прошлое столетие успел вырасти, засохнуть и исчезнуть, не оставив ни корней, ни других следов. Где же Вашингтон поместил 13-й дуб? Ибо в том месте, где он некогда стоял, зарыт медный футляр с его шпагой и первой монетой, отчеканенной в новом государстве. Эллерис нежностью посмотрел на вишню, которую Табаес Кларк посадил шесть лет назад, в самой середине рощи Вашингтона. Где мог это сделать Вашингтон, землемер и геометр, все существо которого требовало полной симметрии. Очевидно, только в одном месте — в центре треугольника. Эллерис подошел к шестилетнему дереву и взмахнул топором Табаеса, но внезапно он опустил его и с удивлением произнес. — Послушайте, разве сегодня не... — День рождения, — Вашингтон накивнула Никки. Эллерис усмехнулся и начал рубить вишневое дерево. МАРТ Приключения с ИДами Майкла Магуна Иды В древнеримском календаре 15-й день марта, мая, июля и октября, и 13-й день других месяцев Он обсуждался на третьей сессии 65-го Конгресса и был одобрен 24 февраля 1855, получив номер 254 в Палате представителей «12 863». Не было ничего тревожного в его названии. Акт, обеспечивающий государственный годовой доход и служащий иным целям. Последние три слова могли вызвать кое-у-кого эффект гусиной кожи, но едва ли что-нибудь более серьезное. При чтении ничего не было понятно, пока вы не доходили до фразы «15 марта» или «перед этим днем». Тогда все становилось ясным, как колокольный звон. Ибо единственное несчастье, которое обрушивается на всю Америку – «упс» и «субурбс» – «города и пригороды» «15 марта» или «перед этим днем» – это подоходный налог. Прежде чем перейти к Майклу Магуну и его необычной налоговой проблеме, желательно совершить краткий экскурс в область законов, касающихся не только Майкла, но и почти всех нас. Налоговое законодательство существовало и до, и после акта о годовом доходе 1918 года. Однако упомянутый акт имел существенное отличие. Это был первый закон о подоходном налоге, который назначал судный день на 15 марта. Его предшественники назначили таковым 1 марта. Почему же дата изменилась? Для этого существовала причина, которую, однако, вам не смог бы объяснить налоговый инспектор, несмотря на все его познания. Кто-то – министр финансов, конгрессмен из Индианы или Огайо, а, может быть, более мелкий слуга народа, дорвавшийся до законодательного пирога и абсолютно лишенный чувства юмора, вспомнил о Цезаре и окровавленных кинжалах, о грозных знамениях и приметах, об агровых облаках, скрывших луну над Капитолийским холмом. Он мог даже припомнить, что постриде Идус, день, следующий за Идами, считался древними римлянами несчастливым. Пророчество предписывало Гае Юлию Цезарю опасаться мартовских Ид. В этот день, в 44-м году до нашей эры, сенаторы закололи его кинжалами. И кто из нас, воздавая должное Цезарю, станет отрицать 16 марта, что римляне были правы? Во всяком случае, для Магуна все сложилось крайне неудачно. Майкл был частным детективом. Эти слова обычно ассоциируются с субъектами с прищуренными глазами, узкими бедрами и сигаретой в зубах, носящими шитые на заказ костюмы от Финчли, галстуки от Сулки и 20-долларовой шляпы от Добса, которые приканчивают пятерых громил и одного босса гангстеров во время каждого расследования, ведут себя с дамами, как лисы в курятнике, носят на бедре полную фляжку виски и, если разговаривают, то с оскорбительным лаконизмом, словом, с героем Чандлера, воплощенным Богортом. Чандлер Реймонд, 1882-1959, американский писатель, один из создателей жанра крутого детектива. Богорт Хамфри, 1899-1957, американский актер. В фильме «Глубокий сон» 1946 по роману Чандлера играл главную роль частного детектива Филиппа Марлоу. Увы, Майкл Магун был сутулым человеком с большими плоскостопыми ногами и карими глазами, которые щурились под стеклами очков в черепаховой оправе, придавая лицу удивленное выражение. Он носил шляпы от Эдамса, костюмы от Барни, обувь от У. Л. Дагласа, не курил и не пил. Первая не позволяла астма, а вторая — любящая жена, обладающая безошибочным нюхом и щейки. Майкл ни разу в жизни пальцем не тронул ни одной из своих клиенток, не столько из-за отсутствия либидо, сколько из-за страха потерять лицензию. Уйдя из полиции четыре года назад, он только дважды стрелял из своего револьвера, причем в одном из этих случаев выстрел произошел случайно во время чистки оружия на черной лестнице собственного дома, когда соседская гордость и радость пульнула ему из рогатки в правую руку. Ни в одном из своих дел Майклу Магуну не приходилось сталкиваться с таинственными толстяками, с непроницаемыми лицами, с мальтийскими соколами или головарями гангстеров, в роскошных пенхаусах. «Мальтийский сокол» — детективный роман американского писателя Дэшла Хэммета, 1894-1961, экранизированный в 1941 году с Хамфри Богортом в главной роли. Большей частью он проводил время, следя за леди 30 с лишним лет по поручению их ревнивых супругов или хватая на месте преступления продавцов неравнодушных кассам хозяев магазинов. По субботним вечерам Майкл водил жену в кино, а по воскресеньям отправлялся в маленькую Украину на Фордомроуд, так как обожал шашлык и борщ с кислыми сливками. Вечером в среду он играл в бинго. Первые три года деятельности в качестве частного детектива Майкл Магун принимал клиентов в своей трехкомнатной квартире в Бронксе, подбирая дела с помощью намеков старых друзей с полиции. Потом он и миссис Магун решили, что выигрышей в бинго маловато для оплаты двух телефонных номеров, поэтому Майкл стал арендовать одну из четырех комнат офисных апартаментов в доме на 42-й улице, деля упомянутые апартаменты со стенографисткой, художником и лысым маленьким человечком с золотым зубом и четырьмя вечно звонящими телефонами. Спустя неделю после того, как на матовом стекле двери появилась надпись с золотыми буквами «Майкл Магун!» — конфиденциальное расследование, Майкл впустил в комнату Клементу Ван Дом, клиентку, о которой мечтают магуны всего мира, поскольку она платит ежегодный предварительный гонорар за продолжительные услуги. Дело касалось клептомании, но о миссис Ван Дом будет сказано ниже. С того дня мартовские и до трижды приходили и уходили, и Цезарь был удовлетворен. Но затем наступил четвертый раз, и Майкл помчался так быстро, как ему позволяла астма, в квартиру Квинов. Созерцание детектива, пришедшего за советом, к другому детективу показалось неке забавным. А поведение бедного Майкла, оглядывающегося по сторонам, делало его еще более увлекательным. Однако самое интересное было впереди. «Эллири!» — покраснев, сообщил Майкл. «Меня ограбили!» «Ограбили!» — повторил Эллири. «И что же у вас украли, Майкл?» «Мою налоговую декларацию!» Ники извинилась и выбежала. Когда она вернулась, Эллири прятал носовой платок. «Простите, Майкл», — сказал он, «это мой застарелый плеврит». «Говорите, у вас украли налоговую декларацию?» «Вот именно. А ты здоров, как бык!» — сердито заявил Майкл Магун. «Не упрекаю тебя за твою истерику. Но это вовсе не смешно. Сегодня 14 марта. Что мне приказ делать 15-го? Ну, ваша декларация, Майкл, едва ли так уж сложна!» — серьезно ответил Эллири. «Возьмите еще один бланк и заполните его, вот и все. Чем мне его заполнить, скажи? На милость. Как-то чем? Нужно ведь писать сведения о доходах, конечно, у вас их нет?» «Нет. Но...» «Послушай, Эллири, все мои записи, использованные для декларации, исчезли вместе с ней. Вот как?» «Бумаги лежали в этом портфеле. Мне понадобилась неделя, чтобы собрать дубликаты всех записей. Что я скажу налоговому инспектору?» И Майкл, будучи старым однокашником инспектора Квина и зная, Эллири с тех пор, как тот помещался у отца в кармане, всердито добавил. «Но...» «Что скажешь, умник?» «Эллири...» «Это чепуха», — вмешалась Никки, косясь на стол, дабы убедиться, что все ее бумаги на месте. «Где было похищено содержимое вашего портфеля, Майкл?» «В моем офисе». «Ты бывал там, Эллири?» «Я делю его с тремя другими съемщиками». «И у вас общая приемная», — кивнул Эллири. «А вы сами были тогда в вашем офисе, Майкл?» «Да. Нет, не совсем. Лучше я расскажу по порядку, а то у меня голова кругом идет». «Это произошло вчера, в шесть часов вечера. Майкл работал над своей налоговой декларацией. Без нескольких минут шесть он решил, что на сегодня хватит, собрал все чеки, счета и памятки и положил их в портфель вместе с декларацией. Я как раз надевал пальто», — подолжал Майкл, «когда миссис Карсон, стенографистка, которая вносит арендную плату за апартаменты, вбежала в мой офис с криком, что приемный пожар. Я кинулся туда и увидел, что горит диван. Кто-то, должно быть, бросил спичку в мусорную корзину рядом. Там загорелись бумаги и пламя охватило диван. Я справился с огнем минут за пять. Потом вернулся в офис, взял шляпу и портфель и отправился домой». «И, конечно», — вздохнул Эллири, «когда вы пришли домой, то обнаружили, что декларация исчезла вместе со всеми бумагами». «Вот именно», — с горечи подтвердил Майкл Магун, «вместо них там лежала газета». «Подмена могла осуществиться по пути из офиса домой?» «Никак не могла. Выйдя из здания, где находится офис, я пошел в гараж с портфелем под мышкой. Потом я сел в свою машину, положил портфель рядом на пустое сиденье и поехал домой». «Вы уверены, что это был тот же самый портфель?» «Конечно, уверен. Это мой старый портфель». «Значит, подмена была частичной», — задумчиво промолвил Эллири. «Кто-то открыл ваш портфель на столе в офисе, удалил содержимое, всунул в него газету и закрыл, покуда вы боролись с огнем в приемной. «Должно быть, это миссис Карсон», — предположила Никки, удивляясь, «как очевидные вещи могут ускользать от столь опытного сыщика, как Майкл Магун». «Что вы на это скажете, Майкл?» — осведомился Эллири. «Исключено!» «Она выбежала из офиса, раньше меня, оставалась со мной в приемной, бегая от водопроводного крана к горящему дивану с вазой, которая стоит у нее на столе. Я ни на миг не терял ее из виду. Кто еще был в апартаментах?» «Два других съемщика. Один из них художник по имени Леонардо Винс, по-моему, форменный псих. Другой маленький человечек, именующий себя Джеком Зигги. Он букмекер, хотя думает, что я этого не знаю. Винс и Зигги выбегали из своих офисов, когда вы и миссис Карсон тушили пожар?» «Конечно. Но толку от них было чуть. Они просто стояли и давали советы. Я не обращал на них внимания. Тогда, возможно, один из них...» «Возможно. Но я не могу быть в этом уверенным. Как бы то ни было, вчера вечером я вернулся в офис, думая, что оставил декларацию на столе. И ее, разумеется, там не оказалось». «Я всю ночь не спал», жалобно произнес Майкл. «А если бы заснул, то меня бы тут же разбудило ворчание моей старухи». «Этим утром, Майкл, вы были в офисе?» «Нет». «Я прямиком направился сюда». Эллири встал и начал набивать трубку. «Весьма необычная проблема, Майкл». «Необычная», — удивилась Никки. «Что же в ней необычного? Зачем кому-то понадобилось красть налоговую декларацию, да еще у такого человека, как Майкл? Чтобы узнать его прошлогодний доход?» «При всем уважении к вашей деятельности, Майкл, это едва ли могло кого-либо интересовать. Более того, для этого вору было незачем красть декларацию. Один взгляд на нее сообщил бы ему все, что он хотел знать». «Тогда почему же он украл ее?» осведомилась Никки. «Это и делает всю проблему такой интересной», — ответил Эллири. Он строго посмотрел на Майкла. «Вы занимались чем-нибудь?» «Незаконным». «Незаконным?» Эллири усмехнулся. «Рутинный вопрос, Майкл. Конечно, в таком случае вы вряд ли стали бы сообщать об этом дяде Сэму». «Эллири», — попыхивал трубкой, «единственное возможное предположение, один из источников вашего дохода». «Не понимаю». «Пожалуйста, Магун». «В конце концов, Майкл, вы ведь частный детектив. Ваша собственная вывеска объявляет о конфиденциальной природе вашей работы. Были ли в вашем портфеле бумаги, относящиеся к клиенту или делу, требующему строгой секретности?» На лице Майкла отразилось сомнение. «Ну, все мои дела можно назвать конфиденциальными, Майкл. Я готов поставить свой налог против вашего. На то, что у вас имеется, по крайней мере, один весьма состоятельный клиент, обратившийся к вам с условием соблюдать строжайшую секретность документы, по делу которого вчера находились в вашем портфеле». «Миссис Ван Дом!» — воскликнул Магун. «Миссис Ван Дом!» — повторил Элери. «Похоже, я попал в точку, Майкл. Никки, записывайте». И Майкл Магун поведал историю своего лучшего клиента «Миссис Клементы Ван Свикен Ван Дом». Даже если бы она была только Ван Свикен или Ван Дом, то все равно занимала бы высокое место в социальной пирамиде. Но, будучи и той, и другой, она одиноко царствовала в заоблачных высях, окруженная стратосферой и Богом. «Миссис Ван Дом!» могла сказать о самом Эллери. Готский альманах — справочник данных о королевских семьях Европы. «Почтенная дама считала парковеню задворками, а дочери американской революции выскочками». Дочери американской революции, основанной в 1890 году американской патриотической организацией женщин, чьи предки восходят к периоду войны за независимость. Один из Ван Свикинов помогал строить форт Амстердам на Манхаттасе, а один из Ван Домов проложил дорогу к заливу Гованус за девять лет до того, как основал поселение под названием Брейкеллен. Название острова Манхэттен при голландской администрации. Гованус — прежнее название Гудзонова залива. И Брейкеллен — голландское название Бруклина. О высочайшем социальном положении миссис Клемент Иван Свикин Ван Дом свидетельствовало то, что она получала приглашение на все эксклюзивные мероприятия Нью-Йорка и никогда их не посещала. Сама миссис Ван Дом устраивала по одному приему в год, причем гости подбирались не менее тщательно, чем персонал в Оукридж, в штате Теннесси. В список включались лишь те, чьи предки обосновались в новом свете до 1651 года и чьи состояния не были запятнаны торговлей по крайней мере шестью поколениями. Оукридж в штате Теннесси — город на востоке штата Теннесси, где находится атомный исследовательский центр. Миссис Ван Дом была вдовой и имела одного ребенка, дочь. «Видели бы вы эту Маргретту?» — усмехнулся Майкл Магун. «Я не меньше сорока пяти, таща как жерсть, вся в угрях, да еще стихи пишет. Под псевдонимом Голландия», кивнул Эллери. «Тяжелый случай. Насколько я понимаю, Майкл, мамаша консультировалась с вами по поводу Маргретты?» «Совершенно верно. Только потому, что она пишет плохие стихи?» — спросила Никки. «Потому, что она клептоманка, мисс Портер». «Все становится слишком ясным», — Майкл заметил Эллери. «Остановите меня, если я ошибусь. Миссис Ван Дом боится лишь одного — скандала. Некрасивая Маргрета не только совершает преступления, сочиняя плохие стихи, но и приобрела дурную привычку брать чужое. Возможно, мамаши поступили вежливые жалобы. Она платит, но начинает беспокоиться. Маргрета не проявляет тенденции к исправлению. Дурная привычка усиливается. Есть риск, что это попадет в газеты. Мамаша обращается к сравнительно неизвестному частному детективу, несомненно проверив вашу репутацию, Майкл, у ваших старых друзей в главном управлении, и поручает вам Маргрету с условием соблюдать строжайшую тайну». «Все верно», — кивнул Майкл. «Моя работа оберегать Маргрету от ареста и огласки. Я слежу за ней. Как только она выходит на улицу, а когда вижу, что она крадет какую-то вещь, то потихоньку плачу за нее. Миссис Ван Дом оплачивает мне расходы, проверяя все отчеты соколиным глазом. Я получаю ежегодный предварительный гонорар. Не бог весь какой, но не маленький». «И среди ваших документов о доходах», — подхватил Эллири, — «были бумаги, имеющие отношение к приключениям Маргреты». «Кто-то выследил мистера Магуна», — восстыкнула Никки, увидел, что происходит, а потом украл его документы о доходах, чтобы...» «Она оборвала фразу. «Чтобы что?» «Очевидно, чтобы воспользоваться ими», — сухо заметил Эллири. «Шантаж», — рякнул Майкл, вскакивая, как будто ему дали пинка. «Черт возьми, Эллири! С этими счетами, корреспонденцией и прочим старую леди можно доить до конца дней. Она заплатит сколько угодно, чтобы история не выплала наружу». «Но кто шантажист?» — осведомилась Никки. Майкл молча сел. Однако Эллири, выбив трубку в камин, спокойно ответил «Миссис Карсон». «Но Эллири...» «Мистер Магун говорит, что миссис Карсон не могла». Никки. Огонь вспыхивает в мусорной корзине и перекидывается на диван, после чего миссис Карсон с криком врывается в офис Майкла и заставляет его выбежать вместе с ней в приемную. Эллири пожал плечами. Они остаются вместе, покуда сообщник миссис Карсон проскальзывает в офис Майкла. Не имея времени отобрать бумаги, касающийся ванн домов забирает все содержимое портфеля Майкла, заменив его газеты, и незаметно уходит. «Майкл», — закончил Эллири, кладя трубку на каминную полку, «давайте сходим к вам в офис и продиктуем кое-что нашей стенографистке». Итак, пропажа налоговых документов Магуна выглядела простым делом, но, увы, оно не оказалось таковым. Когда они открыли дверь офиса миссис Карсон, то увидели, что теперь ей могут диктовать только в ином мире. «Чувствуете себя лучше?» — осведомился Эллири, допивая остатки бурбона в бумажном стаканчике. «О, Эллири!» — простонала Никки. «Мертвая женщина! Мертвая женщина всего лишь мертвая женщина!» «Но у нее не осталось лица!» «Я думал, что вы уже привыкли к подобным вещам, Никки!» «Очевидно, потому вы допили мое виски!» «У меня была жажда!» — с достоинством промолвил Эллири и снова шагнул в офис миссис Карсон, героически борясь со своим желудком. Они молча стояли вокруг стола с пишущей машинкой, глядя на то, что осталось от стенографистки. «Шесть дюймов, Эллири!» — с удивлением сказал инспектор Квинн. «Стреляли на расстоянии всего шести дюймов от ее лица!» «Нет никаких сомнений, что это миссис Карсон?» «Это она!» — с трудом выдавил Майкл. «Миссис!» — произнес Эллири, глядя на ее левую руку. «А где мистер?» «На кладбище Монтефьоре!» — ответил Майкл, судорожно глотнув. «Она говорила, что он откинул копыта шесть лет назад. А сколько ей было лет, Майкл? Определить возраст женщины, не имеющей лица, было нелегко. Я бы сказал, тридцать шесть, тридцать восемь. Она когда-нибудь упоминала о своем бойфренде?» — спросил инспектор. «Нет!» «И вроде бы никогда не ходила на свидания. Всегда работала здесь допоздна». «Может, она и работала, Майкл», — усмехнулся инспектор. «Но только не за пишущей машинкой. Лонардо Винсом или Джеком Зигги прямо здесь, в офисе». «Тогда кто же пришил ее вчера вечером?» — пробормотал Майкл Магун. «Выходит, Винс или Зигги?» Старик кивнул. «Но почему, инспектор?» «Майкл, Майкл, по-твоему, папа он избавился от своей сообщницы?» — спросил Эллери. «А что же еще?» Она помогла ему украсть документы для шантажа миссис Мандом, а он убрал подружку, чтобы прибрать все деньги и не беспокоиться о ее длинном языке. «Эллери, ты выглядишь так, будто что-то почуял». «Должно быть, он очень глуп», — заметил Эллери. «Еще бы!» — усмехнулся его отец. «Только в твоих книгах у преступников ума палата. Кстати, Эллери, если бы ты придумал этот сюжет, кто бы оказался убийцей?» «Майкл», — тут же ответил Эллери. «Я?» — на лице Майкла появился испуг. «Конечно, Майкл», — усмехнулся инспектор. «Кстати, сколько было времени, когда вы возвращались сюда?» «Вчера вечером проверить, не оставили ли вы ваши бумаги в офисе». «Так вот оно что!» — сердито буркнул Майкл. «Слушайте, инспектор, не будьте ослом, Майкл», — раздраженно прервал его Эллери. «Сколько тогда было времени? Была ли она жива? Горел ли у нее свет?» «Было без четверти восемь. Миссис Карсон работала в своем офисе. Я спросил, не находила ли она какие-нибудь бумаги из моего портфеля, и она ответила, что нет. Тогда я спросил, где Зигги и этот чокнутый художник. Она сказала, что они давно ушли домой. Но я пожелал ей доброй ночи и тоже отправился домой. «Какой она вам тогда показалась?» «Обычной. Не нервной?» «Черт ее знает! Она всегда выглядела нервной». Инспектор почесал затылок. Дог Праути смог сообщить только то, что ее убили вчера вечером между семью и девятью. Уборщица говорит, что наводила порядок в офисах около семи, и миссис Карсон тогда была одна. «Поэтому, Майкл, если вы оставили ее живой около восьми, то ее прикончили между восемью и девятью». «Один из этих двоих», — добавил появившийся в дверях сержант Велли. Первый мужчина был высоким, на вид с порядком опустившимся, с грязными цепкими пальцами и желтоватыми мешками под глазами. Вторым был маленький лысый человечек с золотым зубом. Взглянув на труп, оба быстро шагнули назад, но в дверях стоял Велли с сигарой во рту.